Привет, коллеги! В эфире Блонди Кот, лайфхаки программиста. На носу Новый Год, и я решила достать из шкафа мишуру и гирлянды и заняться украшением своих сайтов. А заодно покажу вам одну из таких украшалок. Плагин на jQuery, который превратит любой сайт в новогоднюю елку. В качестве подопытной страницы я взяла кусок проекта о кирпичных кладках с картинками. Если вы смотрели это видео, то помните чудесную отзывчивую плитку, а если не смотрели, то добро пожаловать ко мне на канал. В общем, я добавила большой заголовок с Новым Годом, и по-моему, это прекрасный новогодний дизайн сайта. Можем расходиться, пить молоко с печеньем и ждать подарков. Ну или давайте все хором попросим елочку зажечься. Раз, два, три, елочка гори! Ура, волшебные огоньки! И что же пользователь сделает, увидев такую красоту? Правильно, все поломает. Гирлянда мигает, иногда лампочки покачиваются, и их можно разбивать. Посмотрим, как это все получилось. Ноги растут из divas id lights. В нем находится вся гирлянда, и, очевидно, плагин вызывается там же. Я поместила этот div сразу перед хедером. Теперь подключаем jQuery и файл плагина. Исходники проекта, как всегда, под видео, и с ними можно делать все, что угодно. По документ-рейде зажигаем гирлянду. Функция lights on. У плагина есть опции. Скорость анимации гирляндой и нитсайкл в миллисекундах, ширина ячейки для лампочки в пикселях, лампу яиц, и массив классов, которые описывают лампочки. У нас их шесть, но может быть сколько угодно. Скоро я покажу спрайт-шит, а пока поиграем со скоростью и плотностью. Увеличим цикл анимации в два раза. Гирлянда стала мигать и качаться реже. И увеличим размер ячейки до 100 пикселей. Лампочек стало меньше. В принципе, мне нравится скорость 300 и ширина 70. Эти значения я зашила в плагин по дефолту. Дальше добавляем div с классом LampHolder, и его описываем в переменную root элемент. В него будут складываться лампочки. Кстати, если понаблюдать за работой плагина, можно заметить, что у лампочек появляются классы LightOn и Swing. Именно они отвечают за анимации. Ну и у каждой лампочки есть класс с ее именем. Red, Green, Blue и так далее. У каждого класса есть три состояния. Лампочка погасла, лампочка загорелась и лампочка разбилась. Для дальнейшей работы нам понадобится спрайт-шит. Как его создать – дело вкуса. Лично я привыкла работать в фотошопе, и эти лампочки сделала в нем. Шесть разных лампочек по три состояния у каждой. Все это сложено в сетку. Этот спрайт-шит не претендует на звание самого компактного. Есть софт, который делает карты изображений почти без пустых пикселей. И это, конечно, правильно, но так нагляднее и удобно добавлять новые лампочки при желании. Самый простой вариант блестяшки для гирлянды – шарик. А на новом слое радиальный градиент более яркого цвета или какая-то сложная картинка с оленем, котиком, ну или пингвином. На ваш вкус. Мои шарики еще и на веревочке, иначе как они будут качаться. После того, как спрайты подготовлены, можно заняться стилями. Корневой Diff Lights имеет абсолютную позицию и ширину 100%, потому торчит наверху и закрывает с собой важный заголовок с поздравлением. Lamp Holder имеет высоту самой высокой лампочки и Overflow Hidden – Position Relative. Это важно, потому как у лампочек позиция абсолютная, и плагин будет расставлять их за счет значения Left. Background Image – спрайтшит, который мы только что видели. Background Position – для каждой лампочки, и состояние будет свой. Ширина, высота по размеру картинки и высокий Z-Index. Затем описываем стили для каждого типа лампочки. Двигаемся по карте изображений и ищем нужную картинку. Light On – состояние – лампочка горит, и Broken – лампочка разбита, тот самый грустный хвостик на ниточке. Сосед лампхолдера – Circle Holder. В нем есть 5 тивов с классом Circle и тем же классом, что и лампочка перед родителем. Это те самые шарики, которые разлетаются в сторону по хаверу на игрушке. И цвет совпадает с лампочкой, которую разбивает юзер. Сам Circle имеет Position Absolute – дефолтную прозрачность 0, ширину, высоту и, конечно, border radius 50%, чтобы быть кругом. На самом деле, его позиция прозрачности и размер будут сильно изменяться, когда запустится анимация. Назначаем цвета в зависимости от класса. Если у вас будут лампочки других цветов, не забудьте описать для них осколки. Еще один класс для анимации лампочки Swing – это качание стороны в сторону. Если понаблюдать за шариками, они периодически получают класс Swing и качаются. Главное их не спугнуть. Сама анимация описана ниже. Это ключевые кадры для изменения трансформа. Я оставлю ссылку на генератор анимаций под видео, там можно сгенерировать такую качельку и много чего еще. Еще одна пачка анимаций с поэтическими названиями – Animation 0, Animation 1, Animation 2 и т.д. до 4. Это не потому, что мне было лень придумывать им названия, а потому, что они будут использоваться в плагине, и так проще с ними общаться. Эти анимации предназначены для осколков лампочек. Как я уже говорила, они будут разлетаться в разные стороны и изменять свою прозрачность. За вызов анимации будут отвечать одноименные классы, присвоенные элементам с классом Circle. Каждый осколок будет выставлен в свою позицию, чтобы получился такой эффект. Вот и все, по стилям начинаем программировать. Plugin Lights On. Главная функция, которая стартует все анимации – это Init. Ее мы запускаем первым делом, и в ней отрисовываем гирлянду. Для начала узнаем количество лампочек, которые нужно расположить на экране. Ширина окна, поделенная на ширину ячейки из опций. Кстати, если ширина окна изменится, гирлянду нужно перестроить. Биндим Resize окна и снова вызываем Init и очищаем интервал анимации. Сейчас до него дойдем. Если я изменяю размер окна, гирлянда перестраивается, и лампочек будет ровно столько, сколько нужно. Вернемся к функции Init. Перед тем, как строить новую гирлянду, очистим старую. Удаляем все лампочки из холдера. И запускаем for по количеству лампочек на экране. Разбираемся с каждой из них. Выбираем случайное число от нуля до длины массива классов. Тот самый из опций Red, Green, Blue и компания. А затем собираем осколки. Переменная BoomCircles это HTML код внутри ширка холдера. Я решила заполнить его в цикле, потому как нам не платят за строчки кода и писать 5 строк одного и того же мне лень. Помните, у нас 5 дивов с классом ширка в каждом холдере, и у каждого из них тот же класс, что и у лампочки, чтобы попасть в цвет. Никакой интриги тут нет, я действительно завела переменную rent-класс для того, чтобы выбирать класс для лампочки, ну и для ее осколков. Затем кладем лампочку в root элемент. Див с классом Lamp и выбранным классом из массива ID равный Lamp плюс порядковый номер. Позиция Left сдвиг на ширину ячейки под лампочку, умноженная на номер текущей позиции. Чем больше лампочек, тем ближе мы к краю холдера. И холдер с осколками. Див с классом Circle Holder, задвинутый влево так же, как и сосед, но на пол лампочки левее, чтобы взрыв был ровный с центра спрайта. Внутрь кладем 5 осколков. Еще раз посмотрим на страницу. Внутри корневого элемента лампочки, а за ними холдер с 5 осколками. Все как и было задумано. Конечно, у каждой лампочки свой класс, и у осколков тоже. Left у каждой лампочки изменяется с шагом 70 пикселей. Теперь анимируем гирлянду. Вот тот самый интервал анимации, для которого мы передавали время повтора. В нашем случае каждые 300 миллисекунд происходит следующее. Я убираю количество рабочих лампочек. Пусть оно случайно от 1 до 6. Это количество лампочек на сцене, которые одновременно будут моргать. Затем проходим по ним форум и выбираем, какая именно лампочка будет анимирована. Помните, мы раздали им ID. Теперь отдаем еще одно число от 0 до количества лампочек, чтобы найти избранного героя. О, великий WalkingLamp, ты был избран из тысячи, чтобы нести свет. И качаться, если будешь достаточно крут для этого. Но о качельках позже. Отправляем элемент WalkingLamp в функцию LightOn и AnimationOn. Повторяем все это каждый initCycle миллисекунд. Функция LightOn получает на вход элемент. Проверяем, нет ли у него класса Broken, не разбита ли лампочка. И снова запускаем random. С задержкой от 300 до 500 миллисекунд мы даем лампочке класс LightOn, чтобы они не загорались одновременно. И сразу отправляем элемент в функцию LightOff. И функция LightOff, сюрприз, сюрприз, снова случайное число для таймаута. На этот раз от 500 до 800. И снимаем класс LightOn с лампочки. Чтобы гасли они тоже не одновременно. Так наша гирлянда выглядит живой и непредсказуемой. Кроме того, разбитые лампочки не загораются, иначе место красивого взрыва мы увидели бы спрать с горящей лампочкой. До взрыва мы скоро дойдем, а пока разберемся, как раскачать лампочку. Не все горящие лампочки качаются, иначе эта гирлянда утомила бы пользователя секунд за 5. AnimationOn отвечает за анимацию Swing. Снова рандомим задержку. Но здесь это не только задержка, но и коэффициент вероятности события. Не каждая лампочка, которая пришла в функцию AnimationOn, получит класс Swing. Только если число на счетчике меньше 1000, и если лампочка не в процессе анимации, то есть не имеет класса Swing. Если звезды сошлись удачно, добавляем класс Swing элементу после задержки и снимаем его через секунду. Осталось последнее испытание нашей гирлянды MouseOver. По событию MouseOver разбиваем лампочку. Вешаем на нее класс Broken. Теперь она превратится в огрызочек. И через секунду снимаем класс Broken, чтобы лампочка выросла обратно. Тем временем запускаем салют из осколков. Заведем массив Bubbles для осколков лампочки. Собираем в него все элементы из CircleHolder. Он всегда следующий за элементом лампочкой. И отправляем их в функцию BubbleBoom. В BubbleBoom проходимся по элементам, и каждому из них добавляем класс Animation номер итераций. Те самые некрасивые классы Animation 0, 1, 2, 3, 4 и CSS. Таким образом, каждый осколок отправляется в путешествие по своему сценарию. Осталось убрать эти классы анимации с элементов Circle. После того, как с лампочки ушел, класс Broken, проходимся по осколкам. Тут нельзя просто вызвать remove класс, потому как мы не знаем, какой именно класс из возможных анимационных на этом элементе. Кроме того, не знаем, какой класс цвета на нем, так что удалять все классы, чтобы потом добавить только Circle, тоже нельзя. Все, что нам известно, искомый класс начинается с Animation и лепится в конец атрибута класс. Вот и проверим последний класс в списке. Если в его названии присутствует слово Animation, удалим его с элемента. Теперь плагин готов. Можно настроить гирлянду на свой вкус и повесить куда-нибудь на своем сайте, чтобы радовать посетителей и улучшать поведенческие факторы. А я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Желаю успехов во всех начинаниях, интересных проектов, адекватных заказчиков и, конечно, крепкого здоровья и большой любви. Буду очень рада лайкам под этим видео и позитивным комментариям. Приятного вам программирования и до новых встреч в новом году! Субтитры создавал DimaTorzok